Не так много лет назад один молодой человек, стремящийся к монашеству, отправился на гору Афон. В разговоре с достопочтенным настоятелем монастыря, где он хотел остаться, он сказал ему, «Святой Отец, мое сердце горит желанием духовной жизни, аскетизма, непрестанного общения с Богом, послушания Богу. Старейшина, пожалуйста, проинструктируй меня, Святой Отец, чтобы я мог достичь духовного прогресса». Подойдя к книжной полке, настоятель достал экземпляр Дэвида Копперфильда Чарльза Диккенса. «Прочти это, сынок», — сказал он. «Но отец», — возразил встревоженный соискатель, — «это неортодоксальная викторианская сентиментальность, продукт западного пленения. В этом нет ничего духовного. Это даже неортодоксально. Мне нужны книги, которые научат меня духовности». Улыбнулся Аббат, «если ты не разовьешь нормальные человеческие христианские чувства, и не научишься смотреть на жизнь так, как смотрел маленький Дэви, с простотой, добротой, теплотой и всепрощением, то вся православная духовность и святоотеческие писания будут не только они не помогут тебе, они превратят тебя в духовного монстра и уничтожат твою душу. Многие люди спрашивают меня о том, как им продвигаться по пути православия, и одна из ловушек для многих, особенно новообращенных, заключается в том, что они берут на себя слишком много, как, например, фекалия. Многие афонские отцы советуют мирянам никогда не читать «Добротолюбие», потому что на самом деле это то, что предназначено для монахов. Проблема с углубленным изучением богословских книг для большинства из нас заключается в том, что это может вызвать гордость и отвлечь наше внимание от истинной сути нашего христианского путешествия к сердцу Бога. Лучше почитать что-нибудь вроде Дэвида Копперфильда или посмотреть фильм, потому что при этом мы узнаем то, чего, вероятно, по большей части не хватает в наше время. Это настоящее общение и любовь к другим людям. Нам нужно научиться быть рядом с нашими соседями, друзьями и семьей. Мы должны быть любящими слугами этих людей. И иногда для того, чтобы добиться этого, нам приходится изучать, как это делалось исторически, читая романы, подобные Дэвиду Копперфильду. Герман Хасс, еще один пример немецкого писателя, который написал «Степного волка» и Сид Хартху в игре «В бисер». Это книги, которые исследуют человеческую психику и показывают, как важно быть по-настоящему человечными в том, как мы взаимодействуем с окружающими. Неважно, что они написаны не ортодоксальными христианами и не основаны на ортодоксальной теологии или православной жизни. В этих книгах важно то, что они учат нас быть полноценными людьми. А затем, когда мы научимся быть полноценными людьми, мы продолжим наше путешествие к вере. Мы полностью отдаемся жизни во Христе, которую мы ведем в православной церкви. Мы посещаем богослужения, причащаемся святых тайн во время Евхаристии, совершаем ежедневные утренние и вечерние молитвы. А затем, в сочетании с этим, обращаемся с любовью и служением к нашим ближним. По-настоящему замечательное место для этого – в конце богослужения в церкви. Вместо того, чтобы просто поцеловать икону и уйти домой, задержитесь на несколько минут, либо в трапезной за едой, либо даже за пончиками и кофе. Либо, возможно, стоя перед входом в церковь. Из церкви пригласите кого-нибудь, кто, по вашему мнению, довольно одинок, или, возможно, нового человека, которого, кажется, раньше там не было. И вовлеките их в беседу, и покажите им любовь Христа своим примером. Будь на службе у этих людей. Поделись не только тем, что ты читаешь, но и попроси своих друзей порекомендовать книги, которые могли бы заинтересовать тебя в твоем путешествии. И тогда мы вместе углубим нашу веру, потому что мы начинаем с углубления нашей человечности. Убери свой ноутбук и мобильный телефон, и проводи больше времени, общаясь с людьми лично. Развивай дружеские отношения. Проводи больше времени со своей семьей и коллегами не с помощью текстовых сообщений, а с помощью настоящего человеческого общения. И это в конечном счете поможет тебе утвердиться во Христе и еще больше развить свою внутреннюю жизнь. В конечном счете, именно к этому мы все призваны. Это станет воротами к вечной жизни для всех нас. Да поможет нам Бог. Субтитры создавал DimaTorzok